И прямо сейчас в нашей студии самая яркая, активная, и не побоюсь этого слова, самая спортивная группа Бандерас! Ай, привет, спасибо! Начнем мы шкуру половину этой группы. Это мы. Лова Сол и Рома Пан. Какой вид спорта вам больше всего нравится? Единоборство. Для мужчины, мне кажется, это основное, потому что здесь можно испытать себя, здесь можно воспитать себе самые главные качества, которые нужны мужчине по жизни. В каждом виде спорта есть своя специфика. Мне, например, нравится, условно говоря, быть легким, подтягиваться на одной руке, быть быстрым. Если говорить про меня, мне нравятся и командные, в том числе, виды спорта, наверное, чуть больше, чем единоборство. Брат Пан меня подтянул, так сказать, и просветил. Меня это тоже зацепило. Это круто, на самом деле, все единоборства, они ведут тебя к пониманию себя. В каждом мужчине заложена жажда доминирования, и там это можно, в общем, проверять. Сейчас он зимой вообще будет только играть в хоккей и кататься на сноуборде. Как часто вы занимаетесь спортом? Постоянно. Каждый день и по-разному. Сейчас, наверное, чаще Вова. Вот с ним именно произошла та метаморфоза у нас прямо на глазах. За прошедший год, когда человек настолько входит в этот образ жизни, что он перестает себя заставлять, что это становится его просто потребностью, как воздух. У меня когда-то было такое, мы ездили, много гастролируем, приезжаем в какие-то города, например, и мне было по приколу сразу по приезду переодеться в спортивное и сделать пробежку в этом городе. Вот сейчас уже куча прикольных всяких приложений, на которых там можно себе маршрут проложить в любом городе. Вот сейчас, например, мы прилетаем куда-то, и я сразу ложусь спать. Сразу выясняется, вынимает челюсть, пойдет на тумбу, да, как бы спать. Ну, нет, это очень круто. Вот мне нравится с утра, к примеру, сходить просто до завтрака, 40 минут, просто размяться в кольцо баскетбольное, покидать мяч. А вы смотрите каждые Олимпийские игры? Наверное, я больше зимние смотрю. Опять же, по причине того, что я, видимо, родился и вырос больше в снежной, так сказать, области Урал. И поэтому, наверное, с детства мне больше нравятся зимние виды спорта – хоккей, сноуборд, и лыжи тоже, и гонки. И занимался беговыми лыжами в детстве тоже, тоже интересно, особенно гонка на преследовании в биатлоне. Каким видом спорта вы бы никогда не стали заниматься? Уборка дома на скорость. Да ладно, уборка дома на скорость. Ты как вновь прибывший в группу Бандерас, который живет в однокомственной квартире, вообще постоянно на тренировках. Ну, такие, как художественная гимнастика, вы хотите попробовать? Я представляю себе, как Вова вот с этими штучками с лентами. Это было бы круто. Надо, кстати, верить. Холоху. Один, два, три, кручу. А сколько калорий вы сжигаете за концерт? Ну, вот майку можно вот так вот выжать прям. Я думаю, косарь уходит калорий. Да. А в детстве вы были спортивными? Да, я как-то приплыл первым в городском заплыве в своей категории, поплыл на второй юношеский разряд по плаванию 100 метров. Ничего себе. Вы хотели побить какой-нибудь рекорд Гиннеса? Можно, в принципе, я не знаю, что это может быть. Неделю сидеть на корточках. Ты мог бы поставить. Я, наверное. Ну, я тебе предлагаю, накидываю варианты. Вы бы могли с нами сейчас провести зарядку? Знаете, как я вот делаю, например, разминку? Я начинаю сверху, сверху вниз, все-все-все суставы, и потом сажусь на пол и снизу-вверх поднимаюсь, все на полу. То есть это есть такая, называется гимнастика натурал. Вот, примерно. Ну, я не знаю, я могу показать, как это выглядит. Такой вот перекат, когда ты встаешь и вот так перекатываешь. Сначала, соответственно, разминается шея по-разному, потом плечевые суставы есть, соответственно, разные там всякие штуки. Вот, причем, когда ты вот так разворачиваешь, да, кисти, у тебя совершенно другие штуки, ну, как бы работают, да. Вот, потом локти, запястья, там вот все вот эти вот штуки с большими пальцами. Вот, потом поясницы, то есть вот, смотри, запястье вот сначала в одну сторону, ну, как бы гнешь до предела, потом вот в эту сторону, выгибаешь сюда, в разные стороны сюда, и потом берешь за большой палец в эту сторону, и вот-вот. На самом деле, вот, смотри, у тебя очень гибкая рука. Несмотря на то, что я, например, это почти каждый день делаю, у меня вот, например, я так не могу, в принципе, прижать, вот, не до конца. А вы умеете стоять на руках? Ну, это довольно несложное упражнение. Я могу вот-вот на руки встать. Вот, смотрите, как это делается примерно. Ничего себе! Что вам больше нравится, Сталлоне, Ван Данн или Шварценеггер? В детстве все смотрели эти боевики и восхищались ими. И я помню первые значки, которые в палатках «Союзпечать» продавались с Шварценеггером. Это было настолько круто, где вот он пистолет держал так с этим красным глазом. Круче-круче. Для меня самый крутой был из этих чуваков, так скажем, Эдольф Лунгрен, мне больше понравился, который там был фильм «Разборка в маленьком Токио». Вот это фильм моего детства, поэтому, наверное, я чуть длинутый. Кстати, Дольф снялся в клипе группы Мэджин Драгонс. Вы соревнулись между собой? Бывали спарринги, но в легкую, потому что я не вывезу, то есть пока что. Но у меня есть надежда, я всегда, каждый вечер, пересну, у меня фотка его стоит, и так, вернее, плакат висит, и в общем, я смотрю, одеваю перчатки и представляю, как я посылаете в нокаут. Серьезно, я бы не знал. Нет. Но я думаю, как-нибудь будет бой. А вы играете в компьютерные игры типа «Мортал Комбат»? В детстве очень много, конечно. Был еще журнал, я помню, «Мортал Комбат», выходил, и там сначала надо было купить журнал, а потом покупать дофига всяких разных наборов наклеек, и клеивать их, собирать. И на самом деле с этого журнала началось то, что я начал рисовать. Я начал сначала рисовывать, вот, причем получалось так, что я начинал рисовать в листке А4, и, естественно, когда ты без опыта, пропорции немножко дисплеют. Я рисовал больше, и приходилось присоединять еще листки А4, и потом стали получаться папюрой. Мне очень нравятся жесты, так скажем, мимика, и как собирал Гарри Хирогита Тагава, да, или какого Гарри. Хирогита? Да, если вам комфортно, это самое главное, потому что спорт не должен требовать никакого времени на то, что, ой, тут что-то неудобно, тут как-то так. Ты должен просто быть в максимальном движении и в желании достичь какой-то там, не знаю, цели, скорости и так далее. Основной камень преткновения в том, что одежда для спорта должна быть износостойкая. Вот я так не считаю, я считаю, что она должна быть легкая прежде всего. Часто едите фастфуд? Мне кажется, у людей нашего поколения, которые плюс-минус слышали про очереди к первому, так сказать, фастфуду на Пушкинской площади, у тех навсегда это в крови просто, любовь к фастфуду. Поэтому, естественно, иногда она берет верх над фитоняшностью и зоженностью. Вот, да, и ты набираешь себе каких-нибудь смешных этих бутербродов. И просто как, знаете, как ощущение, когда ты этого наешься всего, что ты монтажной пеной залил себе живот. Как вы относитесь к тем, кто занимается спортом только ради того, чтобы выложить фотку пресса в Инстаграм? Мы к ним относимся сами. Не, я вообще не считаю, что правильным хвастаться, допустим, своими достижениями. Но если это мотивирует других, если ты это делаешь не с целью самолюбования, мужчине вообще это должно быть чуждо, на самом деле. Вот, если ты хочешь замотивировать собой, своим примером, то это круто. Ребята, спасибо за зарядку и заряд позитива. Мы очень рады, что вы к нам пришли. Вы очень веселые и очень спортивные. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.